Всем привет! В этом видео я расскажу о своей настройке i3wm, настройке прозрачности, блюра и тем оформления для окон. Первое видео с установкой и предварительной настройкой i3wm смотрите по ссылке, которая появится на экране. Начнем с изменений в конфиге самого i3. Подробно о настройках цветовой схемы я рассказал в первом видео i3, поэтому поведаю лишь об изменениях, та и конфиг практически стандартный. Первое это изменение параметров гипс, отвечающих за расстояние между окнами и краями экрана. Также включил смарт гипс, когда эта функция включена то одно единственное окно на экране будет занимать всю доступную площадь, и только при открытии других окон будут появляться отступы. i3wm, блокировщик экрана, добавил изображение, так как по умолчанию там был серый экран. Путь к изображению прописывается после ключа. Так как я пользуюсь панелью i3st и тесту о переключении громкости привязал к клавишам F11, F12, тише, громче, F10, выключить звук, и F9, запустить паву-контрол. Дополнил роуфи, добавил к отдельной клавише вывод запущенных программ, ключ виндоу, и отдельный скрипт для отключения ПК. Ссылку ищи в комментарии. Для скриншотов использую ноун скриншот, как по мне нормальный функциональный скриншотер. Теперь автозапуск. Первая раскладка, вторая апплет сети, третья обои рабочего стола, четвертая пеком, пятая полкит ноун, нужен для аутентификации, например при запуске Gparted, шестой KPU Power, использую для установки режима работы процессора, через KPU Power G, седьмое U-диски, нужен для автомонтирования внешних устройств, например флешки, ну и самое главное, ZV Settings, обеспечивает работоспособность диспетчера настроек взятого из ZVS, о нем сейчас расскажу, последняя служба уведомлений взятая с того же ZVS. Теперь продемонстрирую работу диспетчера настроек. Работает полностью весь функционал, начиная со смены темы и значков, заканчивая настройкой клавиатуры и мыши. Также работает привязка комбинации клавиш, теперь не обязательно лезть в конфиг i3, чтобы настроить хатк. Ну и что немаловажно это уведомление, поставив стандартный пакет ZVS 4 Notified, можно нормально настроить уведомления. Список пакетов смотри по ссылке в комментарии. Теперь перейдем к пекам, бэкинг я использую GLX так как он у меня прекрасно работает, остальные параметры связанные с GLX я не трогал. Блок Корнерс, отвечает за скругление углов, чем больше ставим радиус тем больше скругления, в X-слуде можно внести перечень окон к которым скругление не будет применяться. В Shadow настраиваем радиус тени. В Opacity Roll вписываем правило прозрачности окон, 100, означает непрозрачно, чем меньше значение тем больше прозрачность, Focus, означает прозрачность выбранного окна, в котором вы непосредственно работаете, Focus, прозрачность окна когда на нем не сфокусированы. Fading, плавность переключения, появление окон, настраивается через параметр Delta. Блюр, размытие заднего фона у прозрачных окон. Параметры refresh rate, означают частоту экрана, если выставить 0 то частота будет считываться с конфига Zorg, для надежности я выставил вручную, ну и в Zymp, вертикальная синхронизация, устраняет разрыв экрана. В принципе это все настройки, конфиги и перечень пакетов смотри в комментариях, надеюсь это краткое описание упростит вам настройку i3wm, подписывайтесь на мой канал и ждите новых видео, до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok